Привет-привет всем! Как видите, атмосфера абсолютно домашняя. Еще не могу сделать ревью на эту малышку, на этот крем. Называется Benton Fermentation Eye Cream. Вот он. Не могу пока сделать ревью. Сразу скажу, что увлажнение очень-очень хорошее. Вот так выдавливается из упаковочки такой вот плотненькой сосисочкой. И увлажняет очень хорошо. В составе имеются керамиды и масло Макадамия. Мне нравится он. Здесь целых 30 мл. Текстура гелеобразная. Кремчик под глаза. Купила взамену на тот крем от фирмы Филорга. Тот тоже буду заказывать. Но купила и этот. Посмотреть, пробую, пробую. Экспериментирую, как всегда. На iHerb заказывала. Запаха вообще нет. Мне тут подружка одна очень, прям очень рекомендует. Другой крем. Этот у нее есть. Она в восторге от него. Но есть еще один, который еще, мол, лучше. Тоже корейский. Там по цене он, наверное, в два раза дешевле. Но его можно заказывать только на Амазоне или же на Ибэе. На iHerb его нет. Вот если я тот закажу и куплю, я вам обязательно о нем расскажу. Вот она говорит, что там такой фаворит-фаворитища. Так что мне кажется, что эту информацию нельзя сохранять для себя. Для этого и существует влог. Еще информация полезная будет, будем мыть кисти, для девочек из Германии. В магазине Esprit. Или Esprit. Я говорила всегда Esprit. А тут, смотрю, немцы называют его по-другому. Говорят Esprit, без буквы T. Сейчас скидки. Но скидки там, в общем-то, на весь товар, который был на дискаунтах, стоит еще сверху на эти все дискаунты, на эту всю акцию, еще и скидка 30%. То есть я сделала целых два заказа. В одном заказе 4 пары джинс и 3 футболки. Это бы мне вышло где-то в 300 евро обошлось бы при нормальных ценах. А так я это все заказала за 140. И причем там лекала нормальные. Не на каких-то шмакодявок худеньких, а прям на женщин, у которых фигура не прямо идеальная. Мне очень нравится талия на джинсах там. И не очень-очень высокая, но не низкая. То есть не уродует фигуру. Бублики не появляются лишние там, даже где их нету. Вот как на китайских джинсах. Я вам покажу. Но кто хочет сделать заказ, вдруг там скоро эта скидка уже не будет действовать, делайте. Плюс еще сегодня сделала заказ на кальт-бьюти или культ-бьюти. Оттуда можно заказывать и косметику, и уход с России, с Украины, с Молдовы. Да, откуда хочешь, по всему миру они доставляют. Там на уход 20% скидки. Ну, тоже хорошая цена. Я заказала Вале молочную кислоту. Сандли Райли, по-моему, называется точная фирма. Я там Вале заказала эликсир. Хороший он у меня был. Я от него тоже балдела. Он дорогой. Там флакон где-то 95 евро, по-моему. Вот у Вали сейчас конкретная проблема пошла. И мне нужно что-то как-то решать. Косметологи сейчас все не работают, закрыты. Нам нужно что-то дома до весны решить, чтобы девочка не ходила. Прощала. Короче, закупаем уход. Больше лечебные средства. Потому что это даже не какое-то баловство косметическое, от которой можно и отказаться. А это именно вот лечение. Но вот этот эликсир от Сандли Райли молочная кислота мне очень хорошо убрал пигментные пятна. Прям очень хорошо убирает пигментные пятна. Выравнивает цвет лица, самоповерхность кожи. В общем-то я рекомендую. Оставлю вам ссылочку в описании. Может кому интересно, тоже закажете. А у нас уже суббота. Валя печет. Что ты печешь? Брюши, кексики, капкейки. А я решила добавить. Вставить еще пять копеек. Я не уточнила. Я была в кумаре после наркоза. И не уточнила детали. Потом меня в комментариях спрашивали. Откуда же вам биопсию брали? Показываю. Но для этого надо встать. Так что не посчитайте это за раздат. Мне просто нужно показать геолокацию. Значит, вот отсюда мне брали. Из кости таза. Из тазовой кости. Вернее, так сказать. Значит, сама процедура длилась 10 минут. Но от силы. Я думала, что меня отвезут в какую-то операционную. Не поверите. Я даже с собой с утра взяла такую побольше сумку. Большую. И взяла сменку. Тапочки, пижаму и зубную щетку. Я думала, что вдруг меня оставят там на ночь. Но нет. Сразу это делается амбулаторно. И сразу после этого тебя выписывают домой. Если все нормально проходит. Я согласилась на укол. Почему говорю согласилась? Потому что мне начали объяснять, как эта процедура разворачивается. Рисунки показывать. Ну и сказали, что буду делать местный наркоз. Но в принципе можно и укол для сна. Или еще он называется короткий наркоз. Но это если прямой перевод с немецкого языка. И я такая говорю, стоп. Я согласна на это. Врач обрадовалась. Не знаю, почему она обрадовалась. Может другие пациенты не соглашаются. Но так как там онкология, гематология. Там очень много людей с болезнями. Там с лимфомой, Ходжкиной. С раком крови. Или с другими болезнями, связанными с кровью. Поэтому я думаю, что может есть люди, которым эту процедуру делают довольно часто. И они отказываются от наркоза. Потому что, ну может, не знаю. Это субстанция, которая вводится в вену. Но, наверное, тоже здоровье не приносит. Но я согласилась. Я не хочу терпеть боль. Я подумала, да ну его нафиг. Я лучше уколчик. То есть я за него не платила, слава богу. Мне его пустили в вену. Как обычно. У меня уже стояла игла. Потому что за час до процедуры мне брали кровь на анализ. Ну и я, когда мне начали вносить сам укол. Я подумала, что я сейчас усну. Ну, судя по названию укола. Там шла укол для сна. Я думала, что я сейчас усну. Но нет. Я только размякла. Но я слышала и чувствовала все. То есть я не чувствовала, что у меня там ноги вообще отняло или что-то. Я чувствовала, что мне там прокалывают. Не могу сказать, что это была ужасная боль. Но это была резкая боль вот в момент, когда был прокол. Не хочу это все описывать темными красками. Это для тех, кто говорят, что я там преувеличиваю. Что я наоборот что-то за какой-то непонятный позитив. Раз это больно, почему вы говорите, что это не больно? Во-первых, у меня порог самой боли. Я не так сильно ощущаю боль, может, как другие. Но больно, конечно, но неприятно. Всегда же больно. Это же ты идешь по дому, ударился там об диван, и все равно больно. Это не может быть приятным. Но может есть люди, которые смотрят мои видео, и им предстоит эта процедура. Что же я буду нагнетать? Раз с наркозом это нормально. Знаете, когда больше болела? Больше болела вот вчера вечером и позавчера вечером. Когда уже вышел наркоз этот из организма, и не болел всегда. Ну, не прокол, а само место. Не всегда болела. Вот сижу, не болит. А когда, я не знаю, может, там масса тела, как-то вот я там на одном рыле таком лежу, вот на этом вот, на левом. Вот начинает там затекать и начинает побаливать. Именно то место. Вот так прикладываю руку. Ну, немножко болит. Так убрала скотч, не скотч, а пластырь мне дали еще, запасной пластырь. Сказали два дня менять, потом уже можно не менять. Убрала я, значит, этот пластырь. Там, ну, чуть-чуть, даже, ну, вот синячок такой небольшой. Ну, так чувствуешь, будто бы тебе такой поджопник конкретный дали. Конечно, само собой. Значит, процедура прошла в процедурной. Процедура в процедурной. Некрасиво сказано, ну, вы поняли. Я думала, что в операционной, но это просто в такой процедурной, там, где мне брали кровь. Там же мне сделали прокол. Лежала я на животе, хотя в интернете описано, что человек лежит на боку, как-то вот так вот собирает ноги в коленях, вот так вот, и ему делают прокол. А мне сказали лечь на живот. Наверное, это намного удобнее для врача. Значит, легла, меня там врач пощупала вот так вот, пощупала, нащупала место и говорит, будем колоть здесь. Проколола 7 минут. Это все длилось. Потом меня перевернули на спину. Подложили под вот эту часть, прям под левую часть. Что-то такое очень твердое, как компресс. И объяснили, что без этого, помучитесь, пожалуйста, немножко, но без этого будет течь кровь. Полежала я на этом компрессе минут 10 от силы. Убрали тот компресс, оставили лежать на спине еще полчаса. И через полчаса меня муж забрал и отвез домой. Сразу же предупредили, что нельзя водить машину. То есть, если я приехала одна, вызывать кого-то, чтобы меня забрали домой. Потому что человек все равно, ну, немного не в адеквате. Теперь ждем результата. Дай бог, чтобы это не надо было делать очень часто. Я к чему говорю, потому что некоторые боятся даже трепан-биопсии, биопсии груди. Я тоже так боялась, когда первый раз делала. Мне казалось, что меня куда-то ведут туда на пытки гестапо. А на самом деле, ну, там было с местным наркозом. Некоторые говорят, что очень больно. Некоторые говорят, что не совсем не больно. Я думаю, что зависит от специалиста, кто тебе делает этот прокол. И зависит от человека. То есть, если вы знаете, что это специалист хороший, то лучше идите к нему. Я в Румынии знала, к кому иду. А здесь я не знала, к кому попаду. Мне просто сделали термин, запись. Я не знала, кто этот врач. Я прогуглила, но не нашла ничего у ней в интернете. Молодая, очень позитивная. На первый взгляд хорошая. Четко все объясняла, поддерживала, гладила по руке. И это не к чему придраться. С очень хорошим настроением я вышла из ее кабинета. Это вообще здорово. Девочки, не знаю, когда уже закончится этот локдаун. Потому что я смотрю, что уже люди, некоторые сходят с ума. Судя по комментариям, но опять, когда говорю, судя по комментариям, не хочу обращаться к кому-то, а все принимают на свой счет. Нет, обращаюсь только к тем, кто сводит с ума, а не ко всем. Остальные все любимые, потрясающие, самые красивые телезрители и самые прекрасные мужчины и женщины. Не знаю, как еще вас похвалить, всех тех, кого я люблю. Но есть и какашки, конечно же. Есть и какашки, которые вообще уже ку-ку. Что бы ни сказал человек, придираются, переворачивают это все, выдирают это все, вынимают из контекста. И что-то какие-то там теории строят, такую мою драму разворачивают в комментариях. Во-первых, насчет того, что я сказала, Валя сдавать кровь два раза в год. Что вы там такого, люди? Что вы там такого? А? Это я захотела. Это ты захотела? А мне многие начали писать, что зачем? Уже эта мамаша и дочка сошли с ума. Блин, что вы там такого? Скажите, пожалуйста. Тем более многие подумали, что я там от страховки что-то хочу. Вот этот анализ, чтобы мне платили. Я там что-то пропагандирую. Я, во-первых, не знала, что нельзя. И не знала, что нельзя человеку просто прийти и сказать, ну возьмите кровь два раза в год. Это же не два раза в неделю, два раза в год. Может это грубо прозвучит, но сидите как некоторые, раз в 10 лет ходите на эти, потом говорите, что это вина врачей, что они им так поздно нашли. Это не вина врачей, это вина в вас, что вы не ходили на анмальницу. Но многие сказали, что я из тебя делаю псих больную раз в год это достаточно. Слушай, может быть и достаточно, но мне кажется, я вообще это сказала, ну раз я снимаю видео в каждый день, я могу и что-то просто так мимолетно, никого не уговариваешь так же делать. Просто так невзначай сказать, что лучше, Валя, вот, делай два раза в год, от этого не убудет. Господи, ну я вытерла те комментарии, что вы уже с жиру беситесь, мы такого не делаем, мы, рак вообще не выявляется по крови, как будто нет других заболеваний, которые можно выявить по крови. Ну короче, не факт, конечно, не все, не все, но некоторые. Так много защитников страховки, дорогие мои, хорошие, любимые люди, мне за 4 месяца отказали в трех линиях терапии, отказали в эрверолимусе, отказали в химиемболизации, хотя она делается и бесплатно в некоторых госпиталях, и отказали еще в Траделве, в трех медикаментах. И вы жалеете страховку, тогда зачем, блин, нужна страховка? Зачем, если даже кровь два раза в год нельзя сдать? Что это такое? Тем более я услышала, что это недорого стоит. Если на то пошло, я могу сама платить за ту кровь, мне не проблема. Так, ладно, ладно, ладно. Блин, иногда-то хочется что-то такое ляпнуть. Нет, нет, нет. Ну вот хочется, ну а что делать, ну раз такая натура я. Всех люблю, всех целую и жду вас всех у себя на канале. Конечно же, завтра. Всем тём-тём.